Лиза Бивер. Поцелуй до слёз. Глава 12. Сила чистоты. Может молодёжь жить жизнью свободной от греха и полной духовной силы? Апостол Павел считал это без сомнения возможным. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 1 Тимофею, 4 глава, 12 стих. В этом стихе заключено утверждение, которое может показаться противоречивым. Павел призывает молодого человека быть примером для верующих. Сегодня мы едва ли думаем о молодых и не состоящих в браке, как о примере веры и чистоты. Тем не менее, Павел велит Тимофею высоко держать голову и не позволять своей юности быть причиной доробости. И если молодого человека призывают быть примером в словах жизни, любви, вере и чистоте, то насколько же больше мы, люди зрелого возраста, должны жить святой жизнью? Чтобы исполнить это увещевание, у вас есть благодать Бога, Его сила. Вы можете, независимо от своего возраста, вести жизнь, которая послужит примером чистоты для окружающих. На первый взгляд может показаться, что чистота и святость – это одно и то же, но это не так. Помните, святость означает быть отделенным, а чистота подразумевает поведение, продиктованное посвящением. Чистота – побочный продукт святости. В данной главе мы рассмотрим некоторые вопросы, которых часто избегают в религиозных кругах, но которые открыто обсуждают люди мира сего. Я дам вам советы, опираясь на мудрость и увещевание Слова Божьего, а также мой собственный многолетний опыт служения. Я хочу помочь вам построить основания, которые нельзя поколебать, поэтому готовьтесь, будем копать глубоко. Бог хочет быть нашим источником жизни. Если вы действительно обладаете смелостью, то пригласите Святого Духа исследовать мотивы вашего сердца, светом Божьего всепроникающего Слова. Это не для слабых духом. Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Евреям, 4 глава, 12-13 стих. Божье Слово – это не просто написанные на бумаге слова. Это живое Слово. Оно настолько острое, что способно разделить душу и дух, и в этом процессе открыть наши мысли и отношения. Помните, что ничто не скрыто от Бога. Он видит то, чего не видим мы. Часто наше собственное сердце обманывает нас. Но если мы попросим опознание истины, Бог поделится с нами мудростью через свое Слово. Мне не нужна мудрость человеческая. Мне нужна мудрость и совет Божий. Мудрость человека подвержена влиянию культуры и норм этого века. Это просто глупость, которая меняется от десятилетия к десятилетию, отражая нравственный климат общества. Но Божье Слово никогда не меняется. Это эталон, в соответствии с которым мы будем судимы Богом. В этой главе мы будем говорить о божественных истинах, которые вначале могут показаться неосуществимыми, нереальными. Но это не так. Верить в то, что Он не способен исполнить Свои обетования, значит верить в ложь. Бог пообещал не дать нам упасть. Он обещал представить нас без порока перед троном Отца. Мы познаем истину, и истина освободит нас. Сначала мы остановимся на отдельных местах Писания, а затем в свете Божьей истины ответим на несколько вопросов. Мы должны быть настороже, чтобы не уклониться в сторону от правил, потому что Божий призыв к святости заключается в приглашении принадлежать Ему. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Ефесянам 5 глава, 3 стих. Какой сильный стих! Нам не разрешается даже упоминать сексуальную безнравственность, нечистоту или жадность. Почему? Что плохого в невинном упоминании, если вы ничего такого страшного не делаете? А с какой целью нужно это упоминать, если не намекнуть на то, что существует нечто больше того, что видно глазу. Такого рода поведение или даже намек на него неприемлем для тех, кто принадлежит Богу. Слово «неприличное», согласно определению словаря, означает «невежливое», «шокирующее», «непристойное», «неприемлемое», «оскорбительное». То есть все то, что не следует делать. Такое поведение выглядит весьма двусмысленным для окружающих и вводит их в заблуждение. Например, обтягивающая блузка с глубоким вырезом может быть вызывающей. А что она вызывает? Она вызывает мысли о том, что есть кое-что, чего не видят окружающие, и вы могли бы позволить заглянуть и туда, поскольку уже и так позволили увидеть немало. Мы остановимся на этом более подробно. Мы принадлежим Богу и отмечены для Него. Мы должны почитать Его всем, что делаем и что говорим, то есть и всеми словами, что мы произносим. Наше поведение должно отражать Его образ. Мы не просто прощены, но мы святы для Него. Мы должны быть светом там, где когда-то были тьмой. Давайте продолжим читать послание к Ефесянам. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ефесянам, 5 глава, 4 стих. Добавьте к списку неприличного поведения сквернословие, пустословие и смехотворство. Я полагаю, в те времена тоже существовали непристойные шутки, поскольку нет ничего нового под солнцем. Экклесиаст, 1 глава, 9 стих. Слишком часто мы не понимаем, что наши слова способны благословлять или осквернять окружающих. Давайте разделим вышеперечисленные слова на категории, чтобы не сомневаться в их смысле. Сквернословие – это речь, которая является нечистой или распущенной в выборе выражений, слов, жестов или образов. Пустословие – это нечестивая, грешная речь без уважения к божественному закону, божьей славе или вечному счастью человека. Смехотворство – отвратительное, нечистая, грубая, резкая, несдержанная, жестокая речь. Вместо того, чтобы позволять себе такой стиль общения, мы должны расточать благодарение, мы должны хранить отношения признательности за благодать и милость, явленные нам Богом. Одного этого должно быть достаточно, чтобы стать для нас темой разговора надолго. Мы не должны быть жестокими, грубыми нытиками и холериками. Мы должны вести себя подобно Богу, благословляя и утверждая жизнь своей речью, живя в духе с благодарным сердцем. Павел продолжает. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Ефесянам 5 глава с 5 по 7 стих. На всякий случай, если мы не поняли с первого раза, апостол хочет быть уверенным в том, что мы ясно усвоили контекст его предостережения и наставления. «Никто да не обольщает вас пустыми словами». Пустые слова лишены жизни. В них нет реальной силы, чтобы изменить человека, но есть сила обольстить. Помните, что Божье Слово остро и живо и ведет к покаянию. Пустые слова скучны и мертвы и заставляют нас уснуть самодовольным сном. Они обольщают тех, кто не пользуется мечом Слова Божьего, чтобы отличать истину от заблуждения. Не важно, насколько приятны на слух пустые слова. В конечном итоге они не приведут к жизни. Возможно, вы слышали некоторые из таких пустых слов. «Ничего, все мы растем и меняемся. Бог знает твое сердце. Нет идеальных людей». Все так поступают. «Ты ведешь себя лучше других». Это слова компромисса, и даже если они правдивы, они не являются живыми словами истины. Истина побуждает нас меняться, оставлять дурные привычки и стремиться выше на Божий уровень. Его образ мышления совершенно отличается от нашего восприятия жизни. Пустые слова лишь заставляют нас оставаться прежними и выдумывать оправдания нашему поведению и нормам культуры. Но у нас больше нет отношений с нашей культурой. У нас отношения с Богом. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Иакова, 4 глава, 4 стих. Источником мудрости для нас должны служить не мудрость и знания этого мира, а слово Божье. Христиане призваны вдохновлять друг друга. Это означает, что мы поддерживаем друг друга и вселяем друг в друга мужество, провозглашая обетование Бога. В ответ на пустые слова у нас есть совет Божий. Ничего, все мы растем и меняемся. Растем ли мы и меняемся ли? Да, но наша конечная цель преобразится. Нам обещано, что начавший в нас доброе дело завершит его. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Бог знает твое сердце. От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Матфея, 12 глава, 34, 35 стих. Ваши слова отражают состояние вашего сердца. Нет идеальных людей. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. Матфея, 5 глава, 48 стих. Ибо семь раз упадет праведник и встанет. Притчи, 24 глава, 16 стих. Все так поступают. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. Ефесянам, 4 глава, 17, 18 стих. Ты ведешь себя лучше других. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. 2 Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Зачем быть неразумными, если можно быть мудрыми? Перестаньте смотреть на других и смотрите на совершенный закон свободы. Мы должны определиться. Бог и Его Слово – истина, а мудрость человеческая – ложь. Слово Господа нельзя смягчать до такой степени, чтобы оно смешалось с мудростью человека или идеями Гуру и Нью Эйдж. Слово Божье надежно, и только оно выдержало испытание временем. Оно досталось нам как славное сокровище мудрости и наставления. Давайте будем верными свидетелями истины, которые вдохновляют друг друга продвигаться к цели. 10 лет назад мы с Джоном посетили Израиль. Я до сих пор хорошо помню, что рассказывал нам арабский гид о римлянах. Он утверждал, что они были милостивыми завоевателями и даже позволяли евреям сохранить свои религиозные убеждения. Они только хотели, чтобы евреи переняли римскую культуру. Они ожидали, что те будут выглядеть, жить и поступать как римляне. Я не уверена, изменилась ли тактика завоевания с тех пор. Мы слышим, как к нам обращается мудрость этого века. Вы можете сохранить свою религию, но, пожалуйста, наслаждайтесь этим миром тоже. Расслабьтесь, смешайтесь со всеми. Зачем противиться силам этого века? Вы можете верить во что угодно, но поступайте, как мы. Но нам это не подходит. Бог никогда не призывал нас смешиваться со всеми. Давайте снова обратимся к посланию Иакова. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иакова, 4 глава, 4 стих. Когда мы разрываемся между миром и Богом, мы переживаем борьбу. Тогда наше сердце разделено. Давид и пророк Иезекииль понимали, насколько важно иметь неразделенное сердце. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Псалом 85, стих 11. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Иезекииль, 11 глава, 19-20 стих. «Я верю, что вы держите эту книгу в ваших руках, потому что жаждете служить Богу с неразделенным сердцем. Это означает, что ваше тело следует за направлением вашего сердца. Никогда еще призыв к чистоте не был таким настойчивым и срочным. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился». Римлянам, 13 глава, 11-12 стих. Для нас в Духе звучит настойчивый призыв пробудиться к праведности. Как это сделать? Мы используем меч Духа, Слово Божье, чтобы разорвать любую связь с тем, что привлекает наше сердце к этому падшему миру. Бог хочет, чтобы за наши привязанности не было борьбы. Он приглашает нас верить сердца Его заботе, а затем будет воевать против врага наших душ. Итак, умертвите земные члены ваши – блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Колоссянам, 3 глава, 5 и 6 стих. И снова звучит обетование о Божьем гневе на сексуальную безнравственность, нечистоту и жадность. Бог призывает нас порвать связи с объектами его гнева. Чтобы успешно пользоваться мечом, мы должны осознать его силу и подчиниться ей. Божье слово способно избавить нас от власти греха. Я полагаю, что вы взяли эту книгу в руки, потому что ищите ответы на некоторые жизненные вопросы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы дать на них прямые ответы. Разумеется, вы вполне можете не согласиться с моими взглядами, потому что они не могут служить истинной в последней инстанции. Но я действительно верю, что они являются здравыми и соответствуют Библии. В этой главе речь пойдет о чистоте в области слов и дел. В следующей главе мы поговорим об этом применительно к нашей внешности и одежде. Помните некоторые из затронутых нами вопросов в первой главе? Давайте начнем с такого. Что значит далеко зайти в отношениях? Наверняка вы не забыли мой ответ. Вы можете заходить со своими друзьями настолько далеко, насколько вы можете делать это без стеснения в присутствии своего отца. Таким образом, я попыталась перенести этот вопрос из свода правил в сферу взаимоотношений. Давайте рассмотрим этот вопрос глубже. Когда сексуальная связь вне брака на самом деле становится грехом? С первого горячего поцелуя? С прикосновения к груди поверх блузки? Неужели мы заходим за границу дозволенного и ступаем на территорию греха, когда приподнимаются блузки и снимается нижнее белье? Может быть, все выше талии является допустимым, а когда заходят за линию талии, тогда начинаются неприятности? Или прикосновения поверх одежды нижнее талии тоже допустимы? А когда снимается покров одежды, тогда вы ступаете на зыбкую воду? Когда нарушаются физические границы и глазу открывается все тайное, и руке позволяют прикоснуться, неужели мы по-прежнему чисты, потому что нет сексуальной связи? Допустимо ли участие рта, потому что, по сути, это не является половым актом? Зайдя так далеко, разве не будет несправедливым не обеспечить какого-нибудь сексуального удовлетворения после возбуждения? Это означало бы переход от оральной стимуляции к оральному сексу. Изумительно то, что все это может происходить без потери в физической невинности. Даже если двое участвуют в такого рода сексуальных отношениях и физиологически, и технически остаются девственниками, могут ли они остаться чистыми? Если практиковать все вышеперечисленное, то каждый шаг будет убеждать вас пойти дальше, приводя свои доводы и аргументы в оправдание таких поступков. Вы чувствуете, словно открылись ворота, сдерживающие поток воды, и теперь вам приходится бороться с ее мощным течением, сила которого превышает силу вас обоих. Этот удивительный, неподвластный времени страстный поток бушевал от начала времен. Давайте вернемся к нашему первоначальному вопросу. На каком этапе поступки становятся грехом? Поцелуи, прикосновения, раздевание или сексуальный экстаз? К нашему удивлению, начинается все не с этого. Грех начинается не в физической сфере, он рождается в виде желания. Вот почему Иисус мог сказать, что смотрящий на женщину с вожделением уже виновен в прелюбодеянии. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иакова 1 глава 14-15 стих. Обратите внимание на слова «увлекаясь» и «обольщаясь». Кто это делает? Мальчик ли, который увлекает и соблазняет девочку? Или женщина, которая соблазняет мужчину? Нет. Наше собственное желание тянет нас выйти из света истины, лишает нас мудрости и при этом все время требует удовлетворения. Если его поощрять, то желание зачнет грех. Это как беременность, когда внутри нас растет что-то живое, что еще не появилось на свет. Оно существует. С каждым днем становится сильнее, пока, наконец, его уже нельзя удержать внутри. Оно выходит из темноты чрева на свет. Давайте смело обратимся к еще одному напрашивающемуся вопросу, который часто избегают в христианских кругах. А как насчет мастурбации? Можно ли этим заниматься, если в Библии нет четкого запрета? Даже если мастурбация не упоминается в Писании буквально, я считаю, что Библия поднимает также и этот вопрос. О любом занятии мы можем судить по плодам. Мастурбация по своей природе может вызывать зависимость, и еще она подпитывает и подкрепляет желания. Она может начаться с физического удовлетворения или нужды, но очень редко на этом останавливается. Со временем она переплетается с сексуальными фантазиями и зачастую с порнографией. Это могут быть образы из прошлого или настоящего, которые запомнились из фильмов, фотографий или даже сексуального опыта. Мастурбация учит человека самоудовлетворению и является полной противоположностью близости, потому что сосредоточена только на себе. Нам заповедано умерщвлять то, что принадлежало нашей ветхой натуре, исследовать природе креста, а это означает ежедневное самоотречение. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Ефесянам 4 глава, 19 стих. Слово «предались» предполагает подчинение нашей воле требованиям или желаниям кого-то другого. Когда мы подчиняемся чувственному удовлетворению, мы тем самым подбрасываем дрова в костер похоти. Огонь грозит выйти из-под контроля. Сначала мы притупляем сознание, а затем постепенно теряем всякую восприимчивость к духу. Мы начинаем руководствоваться порывами чувств или сенсорных рефлексов и уже не водимы святым духом. Потакание собственным желанием усиливает похоть и укрепляет твердыню привычки. Похоть защищает свои права и продлевает себе жизнь, укрепляя таким образом свою власть над нами. За 19 лет служения никогда еще мне не приходилось говорить с зависимыми от сексуальных пристрастий людьми, где мастурбация не была бы основной проблемой даже после вступления в брак. Мне приходилось слышать, как мастурбацию оправдывали с помощью одного довода – для чистых сердцем все чисто. Но мы не можем называть чистым то, что ведет к нечистоте, каким бы чистым не было наше сердце. Мы не имеем права причислять категории законного то, что Божья премудрость именует чем-то иным. Я верю, что мастурбация является нарушением заповеди о плодах духа. Воздержание Галатам 5 глава 23 стих, 2 Петра 1 глава 6 стих, помышление о чистом филиппийцам 4 глава 8 стих, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. 1 Фессалоникийцам 4 глава 4 стих. Плод отложенного по времени удовлетворения производит терпение, выдержку и самоконтроль. Все это, в свою очередь, рождает физическую, эмоциональную и духовную жажду. Если позволит этой жажде действовать в нас, она возбудит горячее желание поделиться ею с другим человеком. Когда мы отказываемся удовлетворять только свои желания, мы постигаем суть желания и близости, потому что близость нужно разделять с другим, а не оставлять себе. Самоудовлетворение и мастурбация, если им потакать, в конечном итоге воспитают эгоизм. Это, в свою очередь, сформирует похоть. И вы придете к выводу, что люди существуют исключительно ради удовлетворения ваших желаний. Уже давно стало общепринятым считать, что все мальчики занимаются мастурбацией. Этот вывод сделан на основании их увлечения порнографией. Но теперь и девочки вошли в эту категорию. О них сложилось такое же мнение. Женщины начинают думать, что с ними что-то не так, если не удовлетворяются в сексуальном отношении таким путем. Многие женские журналы не только поощряют мастурбацию, но часто дают читателям наставления, как это делать. И куда же мы катимся? Мы утратили вкус к возвышенному и прекрасному. Если мы продолжим все в том же направлении, то некоторые женщины придут к выводу о том, что мужчины нужны им исключительно, чтобы забеременеть. В качестве заключительного комментария мне хочется сказать, что я не верю, что мастурбация прививает чистоту нравов. Она не способствует рождению здорового желания жить в чистоте перед святым Богом. Она пытается восполнить оправданные человеческие нужды неоправданным путем, а это ведет к эгоизму. Взять крест значит отречься от плоти, а не потакать ей. Если вы не состоите в браке, то излейте свою страсть в отношении с Богом или в оказании помощи людям. Если вы в браке, то жены призваны быть чистыми даже в замужестве. Даже в браке стоит вопрос о чистоте. Мы должны хранить наше брачное ложе неоскверненным. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Евреям, 13 глава, 4 стих. В этом месте Писании вовсе не говорится, что в браке допустимо все. Утверждается, что брак должен быть честен, что его нужно хранить от прелюбодеяния и сексуальной безнравственности. Сюда следует отнести порнографию и сексуальные фантазии о других людях. Одна милая женщина призналась мне, что ее не удовлетворял секс с мужем, если она не фантазировала, что он происходит до свадьбы. Они занимались сексом до брака, а почти 20 лет спустя она все еще обращалась к греховному ложу за вдохновением. Мы помолились, и она отреклась от этого, как от греха, и попросила Бога сделать их брачное ложе чистым и страстным. Возникает еще один важный вопрос, который связан с оральным сексом. Если бы он происходил вне брака, то его можно было бы назвать грехом, но что насчет брака? Допустим ли оральный секс? Я знаю, что многие со мной не согласятся, но я не думаю, что женский род предназначен для семени мужчины. Сексуальный акт – это когда двое становится одним целым, и от их союза может произойти жизнь. Это возможно только при таких отношениях между мужчиной и женщиной. При оральном сексе это невозможно. С другой стороны, оральная стимуляция может предшествовать сексу между мужем и женой, если оба не испытывают при этом дискомфорта. Адам познал свою жену. Он вошел в ее чрево и там насадил семя. Что же касается вопроса гомосексуализма, я верю, что Бог сотворил мужчин мужчинами, а женщин женщин женщинами. Иными словами, гетеросексуалами. После этого он не принимал решения создать вторую расу людей и назвать их гомосексуалистами. Не было ничего подобного. Существуют только мужчины и женщины, которые борются с сексуальными желаниями. Но они не являются какой-то новой породой или расой людей. Позволить им поверить в то, что у них нет выбора, значит дать им поверить в ложь. Бог не преклонен в своем отношении гомосексуальному поведению. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Либит, 20 глава, 13 стих. Это местописание может показаться жестоким, но не забывайте о том, что во времена закона Бог предписывал смертную казнь прелюбодеям и гомосексуалистам. Гомосексуализм и прелюбодеяние противоречат истине книги бытия, согласно которой один мужчина и одна женщина становятся одним целым перед Богом. В Ветхом Завете встречается ряд случаев гомосексуализма, и к нему никогда не относились как к альтернативному образу жизни. Мы видим, что такая тенденция существует, и когда читаем слова Павла, относящиеся к последнему времени. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Римлянам, 1 глава, 26-27 стих. Противоестественное желание и неприличные поступки являются признаком отношений, подменяющих истину Бога на ложь человека. Если Бог называет что-то противоестественным, постыдным и неприличным, то, значит, это с самого начала не входило в его планы. Бог не может запутаться ни по одному вопросу. А мы запутались. Бог жаждет освободить тех, кто связан похотью, будь то в виде блуда, порнографии, прелюбодеяния, гомосексуализма или беспорядочных привязанностей. Я не утверждаю, что можно легко вырваться из рабства гомосексуальных желаний, но все же это возможно. Порнографические образы, несомненно, нарушают заповедь о чистоте. Когда вы смотрите на такие образы, неважно в каком виде, вы разделяете чей-то позор. Вы становитесь соучастником, и этот образ будет иметь над вами власть сильнее любых других образов. Может быть, вам придется напрячься, чтобы вспомнить содержание увиденного фильма, но зато вы надолго запомните образы голого тела и секса. Они будут в вашем мозгу как файл, который так и ждет, когда его откроют. Эти воспоминания навязчивы, потому что представляют собой разделенный с кем-то грех. Помните, когда двое сыновей Ноя отказались смотреть на наготу отца и принесли ему одежду, чтобы закрыть его? Это очень серьезный поступок. Мы не должны смотреть на позор других людей. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Псалом сотый, стих третий. Не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их? Иезекииль, 20 глава, 30 стих. Порнография будет мучить вашу совесть и губить ваше брачное ложе. Если вы виновны в этом грехе, покайтесь, а затем попросите Бога помочь вам уничтожить эти образы с помощью молитвы, времени в его присутствии, слова и хвалы. Мы призваны не к стыду, а к чистоте. Поскольку мы стремились избежать чувства стыда любой ценой, мы ухватились за постыдное. Мы не пробивались вперед, а шли на компромисс. Я горю желанием увидеть, как царствует сила чистоты в жизни каждой женщины, независимо от возраста и семейного положения. Прислушайтесь к горячему призыву Павла и сделайте его своим. Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2 Коринфянам, 11 глава, 2-й, 3 стих. Кажется, грех всегда подобен попытке змея увести нас от чистой преданности Христу. Мы должны выбрать, чьи слова мы будем слушать – слова нашего Спасителя или слова Искусителя. Наивысшим авторитетом для нас является Слово Божье, не Слово проповедника, консультанта или учителя. Если вы попросите Бога, Он возьмет меч Духа и отсечет от вашей жизни всякую ложь. Чтобы мы не изменяли снаружи, мы должны вернуться к основному вопросу. Чистота мысли производит чистоту поступков, внешности и разговоров. Как бы мы ни старались, если на нас оказать давление, мы проиграем в любой битве, если не выиграли это сражение в душе. Я попыталась поделиться с вами мудростью Божьего Слова. Я знаю, что временами это учение может показаться жестким, поэтому хочу в заключении привести несколько мест Писания для самостоятельного изучения. Желаю вам, чтобы вы никогда не проповедовали мудрость и компромисс человеческий и не называли его премудростью Божьей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут – одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делая человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которая суть Божией. 1 Коринфянам, 6 глава, с 15 по 20 стих. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребства. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 5 стих. Дорогой Небесный Отец, я хочу узнать Тебя в каждой сфере моей жизни. Ты – суть всей истины, света, любви, чистоты и святости. Я принадлежу Тебе и обещаю трепетать перед Твоим Словом. Я поставлю его на место чести, авторитета и власти в моей повседневной жизни. Я приглашаю его меч в каждую сферу и прошу Тебя выступить в роли великого врача и отделить драгоценное от ничтожного. Мастерской рукой хирурга отсеки от моего сердца любые узлы и от моей сексуальности любую грязь, чтобы я могла безраздельно принадлежать Тебе, будучи отделенной для Твоего благоволения. Я принимаю Твое Слово истины и отворачиваюсь от норм этого мира. Во имя Иисуса. Аминь. С любовью, Твоя Дочь. Субтитры создавал DimaTorzok